Приветствую вас! Вы знаете, если вы не склонны себя обесценивать, если вы не склонны обесценивать свою личность, если вы не склонны обесценивать то, что вам ценно, важно, то, что интересно, то, что нужно. Вот, если вы не склонны это все обесценивать, то мне кажется, что подход к проблеме у вас изначально в какой-то такой неверной истории, неправильной истории, что ли. Ну вот. Почему? Да потому что всю свою семейную жизнь сейчас вы, по сути, уместили вот в небольшой текст, в небольшой, очень небольшой текст и хотите, чтобы мы вам что-то дали, хотите, чтобы мы вам помогли. Вы говорите, я начинаю кричать ссоры с мужем, да? Когда начинаются ссоры, я не могу промолчать, начинается крик. Вот, с одной стороны, вы пишете, что мы с мужем любим друг другу, если любите, то как проявляется любовь, это первое. Второе, вы говорите, что, когда начинается ссора, я не могу промолчать. Что значит, когда начинается ссора? Вот, эээ, серьёзно, вот, вот, что значит, эээ, когда начинается ссора? Вот, как это понять? Вот. Начинается ссора. А кто начинает, начинает ссору? Ссору. Допустим. Кто начинает, начинает ссору? Вы? Муж? Кто? А почему, почему, допустим, почему, да, к примеру, ну, к примеру, почему вы начинаете ссору? Вот. Если, если, если вы её начинаете, почему вы её начинаете, если муж начинает, почему он начинает. Понимаете, какая история? То есть, сначала, сначала, ээ, нужно понять, в целом, ээ, вследствие чего у вас, эээ, начинается ссора, вообще, вообще, что лежит, как бы, в основе этих ссор. И уже потом, уже потом, эээ, можно будет, эээ, о чем-то говорить, эээ, беседоваться с вами. Ну, например, например, о том, да, вот, эээ, почему вы не можете промолчать? да, ну, допустим. 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 Что-то мешает вам промолчать. Ну вот, нужно понять, что именно мешает. Дальше. Муж в ответ бьет. Не отбивает, а может ударить один раз. Ну, это, в общем-то, свидетельствует о том, что отношения у вас, ну, далеко не самые лучшие отношения у вас, к сожалению, проблемные, вот. Это свидетельствует о том, что вам нужна помощь, вот, что отношения ваши, они, ну, в некоторой степени, в некоторой степени отношения ваши представляют себя старомазохистические. То есть это вот, к сожалению, такие вот старомазохистические отношения. Разбираться нужно? Почему так? Смотреть нужно. Почему так? Ну, произошло. Почему вы позволили, например, своему мужу вести себя с вами? Таким образом. Ведь, позволили же, получается. Позволили. Ну, вряд ли будет всегда отрицаться, что позволили. Позволили, потому что надо были причины. Ну, а какие причины? Нужно исследовать. Как раз таки. Вот. Потому что в истории вашей жизни скрываются ответы на эти вопросы. Вот. Дальше. Как не сдерживать себя, чтобы не кричать? В том-то и дело, что проблема, она не в том, что вы себя сдерживаете, а проблема, она в том, что вы, наоборот, вы, наоборот, слишком, слишком сильно сдерживает себя. Вот, на мой взгляд, в этом вся проблема. То есть, ведь кричать-то вы начинаете, потому что у вас есть какая-то, ну, обида, может быть, кричать, вы начинаете, потому что у вас есть какие-то, к примеру, не выращенные еще желания, не реализованные. Вот. Вот. И они эти желания. Они эти желания. Ну, в общем-то, так и остаются нереализованы. Понимаете? Какая история. И именно поэтому вы, собственно, кричите. И надо сказать, что хорошо. Хорошо, что кричите. Вот. Потому что, если бы не кричали, если бы вы не кричали, то, кто знает, что бы было, что бы было. То есть, вот, кто знает, как бы вы себя чувствовали. И так далее. Понимаете? Поэтому, лично я думаю, что дело не в сдерживании, а наоборот. Дело в реализации. Реализации того, что вам важно. Такие отношения, как у вас, их принято называть сэдомазохистическими. То есть, вот, ну, мужчина, да, он садит, потому что он применяет силу. То есть, у него такая вот, какая-то подавленная агрессия. Агрессия, возможно, имеет место быть. А вы, вы мазохист, потому что... Потому что, как бы так сказать, ну, терпите, терпите насилие над собой. Именно терпите насилие. То есть, позволяете мужчине, да, к себе, ну, так относиться. Если бы, когда он вас в первый раз ударил, вы бы повели себя, ну, совершенно однозначно, вот. То ничего бы этого не было. То есть, он бы, ну, он бы не вел бы себя так с вами, и проблемы бы, возможно, не было. Но, если вы действительно хотите, ну, попытаться решить проблему, как вы говорите, то я бы рекомендовал вам обратиться вместе с мужем на консультацию, вместе, вместе, вместе с мужем. И уже на консультации с вашим мужем можно было бы что-то выяснить на консультации с вашим мужем. Ну, вдвоём, ладно. А так, пока вы говорите, что хочу попытаться решить проблему, а как? Тем, что вы озвучили краткое вот такое небольшое сообщение, и как это решит ваши проблемы. Ну, вы же понимаете, что, что никак, никак не решит, не решит, это, ну, никак не решит ваши проблемы. Понимаете? Вот. Поэтому давайте мы с вами всё же будем честны и спросим себя, семью сохранить хотим? Хотим. Если хотим сохранить семью, нужно, соответственно, разбираться. Что произошло, что вас с мужем объединяет, с каких пор начались такие у вас вот трудности, проблемы и так далее. Вот. И, соответственно, уже будет тогда и понятно, в чём проблема и уже можно будет тогда разбираться и решать и смотреть, как и что и что делать. Вот. А пока это, пока вы, ну, вы извините, извините, конечно, да, но пока это просто видимость, это пока это просто видимость деятельности с вашей стороны. И всё, и всё, и всё, и всё. Вот. Я понимаю, что, конечно, вам неприятно, да, но тем не менее, тем не менее. Так, значит, проблема не в том, что вы включите, совершенно не в том. Проблема, проблема, она немножко заключается в другом. Проблема, она заключается в том, что у мужчины изначально есть агрессия. Копера выливается в то, что он может позволить себе поднять на вас руку. Дело здесь не в том, что вы как-то не так себя ведёте. Вот. Но у вас, у вас, к сожалению, я склоняюсь к тому, что есть такой вот своего рода комплекс, комплекс, комплекс жертвы. Вот. Я бы, конечно, очень хотел бы ошибаться. Вот. Но мне представляют так, что у вас есть комплекс жертвы. Ну, потому что вместо того, чтобы вы терпили мой живо-советственный, соответственно, у вас есть страхи. Вот. Либо неверное представление о любви искажённой. Если ваш муж настроен так же, как и вы, решать проблему, выбираете себе психолога семейного, вот, и начинаете работать. Я уверен, что всё решаемо. Я уверен, что всё абсолютно можно скорректировать. Я уверен, что абсолютно всё можно выбирать, если есть желание двоих людей. Вот. Вот. Но, ещё раз повторю, именно, именно желание двоих людей. То есть, без желания вашего мужа это делать не получится. Вот. Именно сил семью исправить. Вот. Но вы можете, конечно, поработать над своими проблемами, которые у вас тоже, безусловно, есть. Как я уже сказал, не просто так вы терпите насилие со стороны своего мужа. Так что, вот, поработаем, поисследуем, поймём, что у вас, в чём ваша история, какая ваша история. Вот. И уже можно будет с этим что-то делать. Вот. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Простите, что получилось немного, но, опять же, связано это исключительно с тем, что вы мало предоставили информации о себе и о своей проблеме. Вот. Представьте, представьте, вы больше информации о себе, то можно было бы помочь вам куда более превентивно, куда более качественно. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.